Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Лены Хэппи. Появилась Лена, как ни в чем не бывала, как говорится, нарисовалась, не сотрешь. Вышла к зрителям с роликом под громким названием «Непотопляемая Хэппи». Напомнила мне «Титаник» и песню про «Титаник». Да, без паники мы, граждане, с вами на «Титане». Так вот, знаете, Лена и словом не обмолвилась о ситуации с ее разоблачением, о котором судачили все обзорные каналы и комментаторы. Она вообще сделала вид, что ничего и не произошло. Вот действительно, с нее как с гуся вода. Она привыкла не отвечать за свои слова. Сегодня она сказала одно, завтра другое, а послезавтра скажет третий. Причем ее ролик, который она выложила вообще, нам ни о чем не говорит. Нарезка старых видео, где она веселилась и глупо дурачилась с Селимчиком в Измире. Причем явно было заметно, что веселье ее носит исключительно наигранный характер. Ну так, знаете, не столько весело, сколько хочется всем показать, как же ей действительно весело. Обращалась она к некой детке, успокаивая ту самую детку. Не знаю, что за детка, но она ей говорит. Не переживай, мол, детка, у нас все с ним хорошо. Мы можем смеяться просто так, без всякой причины. Нам для этого слова не нужны. Причем, когда она об этом говорила, Леночка визуально мне очень сильно в очках напомнила Флориду, Ялту. Только Ялта будет потоньше, ну а Ленок, соответственно, покрупнее. Ну вот рот также открывала и глазиком нам одним периодически подмигивала. Потом показала уже видео нарезки из Орланды, мол, вот, смотрите, со мной все хорошо. Вот кошка, вот канал без крокодилов пока еще. Я жива-здорова, я не под мостом, меня Родине выгнал, несмотря на то, что нас с ним плохие люди пытались всячески развести. Строили козни, писали письма его сыну о том, что я в Измире предавалась любовным утехам с молодым турком. Мол, выкусите? Я по-прежнему в его доме на болоте, а не под мостом. Леночка, да мы за тебя в принципе очень рады. Поверь мне, все твои падения в жизни, все твои грабли – это результат исключительно твоих трудов. И если тебе Родни даст пинка под зад, то никоим образом не будет это заслугой нас, хейтеров. Это целиком и полностью твоя очередная дурость. Ты сама себе всегда неплохо копала яму и рубила сук, на котором ты сидишь. Поэтому у тебя все получится, и мы в это верим. И в подтверждении вот этих слов, о чем я сказала только что, Леночка начала доказывать, как же у них все отлично. Но нет, друзья мои, не с Родни, не о Родни идет речь, а с Селимчиком. Да-да, она говорит о том, что они созваниваются вовсю, общаются, правда на непонятном для меня языке, и смеются по видеосвязи. Но там они еще не насмеялись в Измире, решили смеяться и дальше. Вы знаете, я, конечно, могу понять этого молодого турка, который все еще питает надеждой попасть, благодаря великовозрастной тете в Америку, и жить рядом с ней, ничего не делая, на правах Альфонса. Но он же не знает того, чего знаем мы с вами, что желание-то есть у этой тети иметь молодого мальчика, а вот возможностей финансовых, к сожалению, нет. Но вот понять дурость Леночки я не могу. Неужели она верит в то, что этот смазливый юнец в нее действительно влюблен? И зачем весь этот цирк, когда она вернулась к родни? О котором, между прочим, три недели тому назад говорила, как о мужчине, с которым мечтает строить свое будущее. Таким образом, его она не спостроит, а только сломает. Кстати, друзья мои, почему-то Леночка ничего не показывает нам о ее жизни в Орландо на сегодняшний момент. Ну, хоть бы кусочек нам показалось с дня рождения родни, на который она так торопилась. Хотя бы показала нам праздничный стол или посиделки в кругу его семьи, но нет ничего. Кошка, вид из его окна, это, друзья мои, конечно же, не считается. Все это могут быть старые нарезки, поэтому как-то, знаете, вот не верится, не верится в это. Да, в Ленином названии, в названии видео название очень громкое, непотопляемое, хэппи, а сама ничего убедительного Лена нам не показала. Где она вернулась к родни или не вернулась к родни? Принял он ее или не принял после всего? Верить ей на слово, как-то, знаете, уже нам с вами немножко не можется. После всех ее выкрутасов. Но могу сказать точно одно, наверняка, что Леночка сейчас в стадии кусания локтей. Точно. А поводом для этого является покупка машины Порш Кисмет, бывшей или все еще действующей жены родни. Она выложила фотографии в Инстаграм. Приятная женщина, ничего не скажешь. Очень интересная и просто в замечательной физической форме, что и молодые девушки некоторые могут ей позавидовать. Уверена, что Леночка ей позавидовала. Почему, спросят некоторые, почему вы считаете, что Леночка способна на такие чувства, как чувство зависти? А потому что нам постоянно Леночка и сама писала о том, что мы все ей исключительно всегда завидуем. Но раз она об этом говорит, значит, чувство зависти испытывает сама. Да, это чувство ей, конечно же, не чуждо. И вы знаете, я уверена, что ей неприятно думать, то ли Кисмет сама прикупила эту машинку, дорогую, между прочим, то ли это подарок от родни жене. Далее, вот ты с таким видом, вот я сейчас вспоминаю в Турции, с таким снобизмом нам кричала на весь YouTube, что, мол, посмотрите, посмотрите с женщиной, как ко мне относятся родни. Он сказал, все для тебя, дорогая, для тебя лучшая турецкая рыба. Да, вот здесь только ха-ха. Вот ты, Леночка, действительно достойна лучшей рыбы. И это, по мнению родни. А Кисмет, его жена, достойна дорогой машины. Знаете, хотя я, конечно же, могу предположить тот факт, что машина – это заслуга самой Кисмет. Ведь она не бегает за молодыми мужчинами, а работает и зарабатывает. И, конечно же, многое может сама себе позволить, как личность. Вот, в принципе, можно действительно ей и позавидовать, и порадоваться за нее. Но уж завидовать женщине, которая в 55 лет живет в доме, мужчины, который ей неприятен и только исключительно из-за его доброты. Ну, как говорится, такое себе занятие. Очень и весьма сомнительное. Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Что нам дальше покажет Лена. А у меня на сегодня все. Всех целую, обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok